Татьяна Корсакова. Судьба номер пять. Не оставить судьбе ни единого шанса. Часть первая. Номер один была хороша. Ноги умопомрачительной длины, короткая юбчонка, пышная грудь у выреза продуманно расстегнутой блузки и симпатичная веснушчатая мордашка. Клим досадливо покачал головой. Эх, жаль, что номер один ему не подходит. Номер два оказалось похуже. Ноги покороче, а юбка, наоборот, подлиннее. И бюст, хоть и пышный, но все равно какой-то малоаппетитный. И личико так себе. В общем, не красавица, но в принципе ничего. Зато номер три. Какая досада, что эта богиня всего лишь номер три, а не номер пять. Никаких тебе вызывающе коротких юбчонок и призывно расстегнутых пуговок. Все во сто крат элегантнее и во сто крат заманчивее. Узкая талия, узкие джинсы, узкие бедра, узкие щиколотки, изящная цепочка на стройной лодыжке. Топ, целомудренно обтягивающий и задорную девичью грудь, но оставляющий открытым загорелый животик с колечком в пупке. Лицо античной богини и белые-белые длинные-длинные волосы. Блондинки с длинными волосами всегда являлись его слабостью, а уж такие привлекательные и подавно. Пыл и разгулявшееся воображение остудил номер четвертый. Девушка была, мягко говоря, некрасива. Толста, неопрятна, с ежиком коротко стриженных волос мышиного цвета, с ноздреватой и лоснящейся кожей. Клим мысленно перекрестился и поблагодарил небеса, что это всего лишь номер четвертый, и у него остается еще один шанс. А потом он увидел номер пятый и тихо взвыл. Да что же это такое? Да куда же смотрит его судьба? Ну нельзя же так издеваться над человеком. Номер пять была немногим привлекательнее номера четвертого и гораздо менее привлекательнее первых двух. А уж с богиней под номером три это пугало и сравнивать грешно. Номер пять даже на девушку была не слишком похожа. На ее принадлежность к прекрасному полу намекала лишь уродливая плессированная юбка до пят. Небесно-голубые цветочки, рассыпанные по подолу, нелепо выглядели рядом с видавшей видой джинсовкой и застегнутой, несмотря на жару, на все пуговицы. Ансамбль дополняли тяжелые боты, едва ли не более уродливой, чем плессированная юбка. Лица своей судьбы он с перепугу не разглядел, увидел лишь тонкую цыплячью шею, торчащую из ворота джинсовки, до очочки в роговой оправе. «Клемушка, да ты влип!» — послышался за спиной ехидный голос Дашки. «Влип!» «Сто процентов влип!» И если еще секунду назад и в душе теплилась робкая надежда, что честная компания отвлечется, и ему представится возможность смухлевать, подсунуть вместо уродины под пятым номером какую-нибудь другую девицу, то теперь уж точно все влип. «И ведь сам виноват. Никто за язык не тянул. Нет, определенно сегодня не его день. Ведь самого утра не заладилось. Штатная подружка Маринка заболела ангиной и оставила Клима на весь предстоящий уикенд без пары. А как ему без пары, если на дворе лето, самая распоследняя сессия в институте сдана на все пятерки, родители укатили в Женеву, оставив в его полное распоряжение загородный дом, а багажник его новенькой машины забит бутылками коньяка, виски, мексиканской самогонки и банального шампанского. Жизнь бьет ключом, гормоны бушуют, а пары, чтобы сполна насладиться всеми прелестями жизни, нет. И Маринка заразу сообщила о своей проклятой ангине всего лишь час назад. Наверняка специально, чтобы у него не осталось времени подыскать ей замену. Маринка она такая, язва и стерва. Не будь она так чертовски хороша, не будь она самой что ни на есть натуральной блондинкой, Клим вряд ли стал бы терпеть все ее выверты на протяжении вот уже шести месяцев. Но ничего, этой своей выходкой подруга переполнила его чашу терпения. Клим решил, что непременно во что бы то ни стало найдет ей замену. На раз-два-три найдет. Нет, не на раз-два-три, а на раз-два-три-четыре-пять. Потому что пять – это его счастливое число. Начать хотя бы с того, что родился он 5 мая, всю жизнь прожил в доме номер пять в пятой квартире, учился в школе номер 555, сдавал все экзамены исключительно на пятерки, и билеты на экзаменах тянул пятые слева. Он всегда и везде выбирал номер пять, и судьба неизменно ему благоволила. Под пятым номером оказывалось все самое лучшее, все самое нужное. А сегодня вышел облом. Под номером пять обнаружилось у родинов плюссированные юбки и джинсовки с чужого плеча. Чем-то он судьбу прогневил. Это Дашка поймала его на слове, предложила поиграть с фортуной в считалочки, а он, дурак, повелся. Нужно было сразу отказываться. Дашка, младшая сестра его лучшего друга Витьки, которого мама Клима звала исключительно Виктором, а многочисленные подружки по-западному романтично Виком, была той еще язвой по хлеще Маринке. Клим подозревал, что и игрища эти она устроила нарочно, в отместку за то, что Клим относится к ней всего лишь как к младшей сестренке своего лучшего друга. Сама Дашка маленькой себя никогда не считала. Даже в 10-летнем возрасте она полагала себя очень взрослой, очень умной, очень красивой и сексапильной, и не упускала ни единой возможности испытать на Климе силу своих чар. В 10 лет чары эти были еще слабыми и неубедительными, но по мере того, как девчонка взрослела, они крепли и набирали силу. Уже сейчас в неполные 18 казалась более чем хорошенькой, а годам к 20 обещала стать настоящей красавицей. Клим, наверное, не устоял бы, если бы не Виктор. Виктор, прекрасно знавший все темные стороны его души, заводить шашни с Дашкой запретил категорически. «Не хватало еще, чтобы моя родная сестра из-за тебя, кобеля, убивалась. Баб вокруг полно, вот ими и занимайся, а про Дашку даже не помышляй». «Мужская дружба всегда очень важна, а когда тебе 22, это архиважно». И Клим данное Виктору обещание держал. К Дашке относился исключительно, как к младшей сестре лучшего друга. А она бесилась. «А не слабо ли тебе, Климушка, взять с собой на дачу первое встречное?» Все самые бессмысленные авантюры начинаются с фразы «А не слабо ли тебе?» Ему бы проявить благоразумие, не идти на поводу у капризной девчонки. А он, дурак, пошел. «Первое встречное слабо, а вот пятую встречное, пожалуйста». «Ну, конечно, пятую». Даша скептически фыркнула. Его страсть к цифре пять ни для кого не была секретом. А потом ее хорошенькая мордашка расплылась в озорной улыбке. «Ну что ж, Климушка, за язык тебя никто не тянул. Пятая так пятая. Значит, договорились. Приведешь эту ночь с пятой и встречной». Она протянула Климу узкую ладошку. «Идет?» Он молча пожал ее руку. «А если пятым окажется мужик?» Подал голос Виктор. «Тогда ночь с мужиком?» «Бррр!» Клим торопливо перекрестился, сказал с укором. «Что ты несешь? А еще друг называется. А где будем подыскивать кандидаток?» Резонно спросил Илья Иволген, самый разумный и здравомыслящий человек в их компании. «Есть одно место...» Даша загадочно улыбнулась. Они стояли у Иньиаза, все десять человек, и громко спорили. «Когда я скажу старт, начнется отчет. Твоей судьбой на эту ночь станет пятая девушка, которая выйдет из здания». Даша весьма чувствительно ткнула Климу локтем в бок. Народ одобрительно загудел, предчувствуя небывалое развлечение. «А если из здания выйдут сразу две судьбы?» Заржал Димка Лагода не так, чтобы очень хороший друг, но проверенный в бою товарищ. «Если сразу две, значит, Клим действительно везунчик», — усмехнулся Виктор. «Но две согласен». Клим подмигнул Даше, та презрительно наморщила носик. «А вот у меня вопрос по существу», — подал голос рассудительный Иван. «Как заставить Климову судьбу провести ночь в такой сомнительной компании?» «Не веришь в мое дьявольское обаяние?» Клим покосился на здание Иньяза. «Пока что из его дверей выпархивали весьма привлекательные барышни, значит, шансы высоки». Даша посмотрела на часы, нетерпеливо топнула ножкой. «Тихо, дурни, у меня есть план». Дашкин план оказался простым и коварным одновременно. Оказалось, что к Иньязу девушка притащила их не просто так. Выяснилось, что она занимается здесь на подготовительных курсах, и через минуту-другую у ее группы закончится лекция, и девица-красавица потянутся к выходу. Вот тогда она и даст отмашку. «Личное обаяние включать не придется», — сказала она снисходительно. «С Климушкиной судьбой я как-нибудь сама договорюсь». «И все твои подружки такие вот доступные соглашаются на романтический вечер с первым встречным, только пальцем по мане», — съязвил Клим. «Во-первых, они мне не подружки». Даша поморщилась. «Во-вторых, они недоступны, а просто глупые». «А в-третьих, скажу этой дуре под пятым номером, что ты на нее давно запал». Она улыбнулась, хищно блеснули острые белые зубки. Клим разочарованно покачал головой, в который уже раз ему приходилось убеждаться в том, что женщины — существа коварные и злые, даже Дашка. А она еще далеко не самая пропащая представительница прекрасного пола. «Приготовились!» «Внимание, старт!» Даша взмахнула отобранной у брата банданой, и вся компания затаила дыхание. Начался отсчет. «Нет, такого свинства он от судьбы не ожидал. Судьба сыграла с ним злую шутку». «Что это?» Потрясенно пришептал Клим с обреченностью приговоренного на смерть, изучая осенние цветочки на подоле плесерованной юбки кандидатки под номером пять. «А это твоя судьба, Климушка!» Заявила страшно довольная собой и произошедшим Дашка. «Это зовут Алька. Славный выбор мои поздравления!» Клим перевел взгляды на друзей. Все стояли с каменными лицами, наверное, тоже еще не до конца поверили в происходящее. «А может, переиграем?» Робко предложил он. «Нет уж, Климушка, я пошла окучивать нашу жертву!» Дашка широко улыбнулась и направилась к замешкавшемуся на крыльце Иньяза пугалу в плесерованные юбки. Занятие было последним. Не в смысле последним на этой неделе, а вообще последним. Через восемь дней вступительные экзамены. Алиса Волкова прижала к груди папку с конспектами, радостно улыбнулась. Сегодня был по-настоящему чудесный день. Яркий, солнечный, пахнущий свободой. Такие дни в жизни Алисы случались нечасто. Ну, может, только в раннем детстве, когда родители еще были нормальными, когда они следили яро за чистотой помыслов и деяний. Тогда Алисе с сестрой Мелиссой разрешалось ходить в коротких юбочках, громко смеяться и даже смотреть телевизор. Собственно, и их необычные имена оттуда, из счастливого разноцветного прошлого. Мелисса и Алиса. Красивые сказочные имена. Ничего общего с нынешними унылыми Мила и Аля. Полные имена теперь под запретом, как напоминание о неправедном родительском прошлом. И короткие юбки тоже под запретом. И громкий смех. И друзья. И телевизор, и украшения, и косметика. Девушкам уже почти восемнадцать, и хочется быть красивыми и нравиться мальчикам. А мама говорит, все это бесовское. А папа готов убить за контрабандные тюби губной помады. И оба они заставляют их с сестрой часами молиться своему жестокому богу, который запрещает молоденьким девушкам смеяться и носить мини-юбки. Алиса тряхнула головой, отгоняя грустные мысли. Сегодня день свободы. Мама и папа укатили куда-то в Подмосковье навстречу с самим пророком и вернуться только послезавтра. Мелисса сразу же воспользовалась этой нежданной, свалившейся на голову свободой. Достала из тайника, устроенного на чердаке, короткие джинсовые шорты и губную помаду, завязала футболку узлом под грудью, так что стал виден бледный, незнакомый с солнечными лучами живот, распустила волосы и отправилась гулять. Просто так по городу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова